Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 17 июня. Вот эта жара, которая ежедневная, под 30 градусов, не дает нам вообще ни минуты покоя. Мне даже некогда утром иногда видеообзор снять. Вот сегодня с 6 утра обрабатывала ту теплицу и заливаю ту. Сейчас быстро пройдусь по огороду и скажу вам, что все время уходит на поливы. Полив, полив, полив. Вот эти 200 литровые бочки от теплиц, они как мертвому припарка при такой жаре, она не успевает просто по времени. Вот ее включишь, она помаленьку капает, капает, капает. На следующий день придешь, эта вода уже вся высохла, уже все сухо. И, короче, я хожу со шлангом весь день. Вчера весь день 7 часов ходила со шлангом, поливала те места, где у нас нет капельного полива. А сегодня со шлангом хожу, заливаю даже те теплицы, где у нас есть капельный полив, но который не может по своей вот этой, по принципу медленного вот этого прокапывания, он не может все теплицы полить. У нас, короче, только уральская теплица в самом хорошем положении, потому что у нее куб тонна воды. И вот я через каждые 3 дня по 500 литров спускаю. 500 литров спустила, все, прошло 3 дня, через 3 дня уже все там сухо, как в пустыне. Опять 500 литров спускаю. Сейчас пройдусь, быстренько покажу, какие работы я сейчас делаю. Вот видите, мокрые залитые дорожки и шланг. Это я вчера ходила вот здесь по всем закоулкам. У нас же не везде проложен капельный полив, есть некоторые места, где вообще невозможно его положить. И вот все лунки, литров по 5, по 6, по 8 даже, я в каждую лунку наливала. Ну, короче, по ведру воды. И на это ушло весь день. Вот сейчас как раз я иду в теплицу, идем мимо хост. Вот эта вот грядка осталась с того времени, когда я размножала хост и занималась размножением хост. Оставались маленькие-маленькие хосточки. Сейчас они тут брошенные. Тут, видите, самый конец, это вот уже соседи, соседний сарай. Разрослись и еще даже цвести собрались. О, увидела тлю на хостах. Надо опрабатывать. Вот сегодня с 6 утра работала в этой теплице Франкенштейн. Вчера был полив капельной лентой, но чуть-чуть смочилась. Я сегодня делала прополку, делала рыхление, как обычно, лунила, то есть углубляла еще на раз лунки. Вот когда прорыхлила и делала, видите, вот как рукой тут царапала, делала углубление специально для дополнительного полива. Потому что, как я говорю, что не хватает капельки вот этой. И я сейчас, после того, как я вот эти сделала большие лунки, я налью их прям полные-полные-полные, чтобы знать, что хотя бы 3-4 дня можно здесь не поливать и сюда не заходить. Потому что сейчас томаты вот в самой такой фазе активного плодообразования, им не хватает воды, им не хватает жидкости. И поэтому хочу после вот этой обработки, вот, 3 с лишним часа я здесь прокопалась. Ну, видите, там кучу сразу же и пропалываю, посынкую. Но сделала только вот центральные 2 ряда. Вглубь еще нужно туда лезть. Кстати, тут тоже нужен полив. Вот это теплица номер 2, которая высаживалась после теплицы с подогревом. Ее я тоже сегодня поливаю. Вот прям кладу шланг и оставляю на длительное время. Потому что хотела полить. Тут лунки тоже размылись, надо углублять. А на земля даже воду не принимает. Она до того тут все пересохла. И я вот перекладываю с места на место. Сейчас в одном месте нальется море, океан. Чтобы прям все-все пропиталось. Буду перекладывать на другое место. Жара заставляет вот такими жесткими методами работать. Разливать ледяную воду. Ну и в открытом грунте ситуация тоже не лучше. Тут видите, вот у них аж все листья трубочкой сворачиваются. Сильно жарко. Я вчера вот эту грядку между теплиц тоже всю вручную проходила. Вот здесь проползла на четвереньках. Прополола, прорыхлила. Углубила лунки и полила из шланга. Принудительно, еще добавочно. Вот к этому капельному поливу. Ой-ой, подождите, шучка поймаем. Вот он, жучок. Жучков нынче много. Приходится в ручном режиме все поливать. Потому что мне просто жалко. Томаты, я уже говорила, что они сейчас у нас вот прям в такой фазе налива плодов. Активного вот такого вот плодообразования. Им нужна вода. Иначе урожай мы потеряем. Плоды будут меньшего размера. И, может быть, их даже будет меньше, если им не хватит влаги. Ну, а у наших скороспелок тут вообще капельного полива нет. И тоже вчера поливала их. Поливала прям до отвала. Потому что у них, смотрите, у них очень много плодов. И еще они цветут, завязываются. Вот им как никому сейчас нужны. Ну, как влага нужна. Кстати, я вчера смеялась с Катей, говорю. Я говорю, ты посмотри, что творится на улице. Ранние вот эти скороспелые томаты поспели раньше, чем в теплице. Того же срока посева. И которые там сидели. В этом году еще раз убедилась, что если для открытого грунта томаты предназначены, то лучше их все-таки в открытом грунте. Там им, наверное, жарко. Им не понравилось. И они, ну, здесь лучше на улице. А в теплице у меня вот и Батяня спеет. Орлиное сердце начало спеть. Любимый праздник тоже краснеет. Русские колокола традиционно среди первых поспели. Надя, красивые помидорки, да? Нравятся русские колокола. Мне вообще прелесть. Оринет и Спиридон забыли. Забыли, что они ультраскороспелые. И только-только-только начинают менять свой цвет. То есть они у нас еще думают сидят. Всем жарко, только вот томатам вот в этой чудо-теплице в этом году повезло. Они же как бы в притенении. И вот полив один раз. Ну, тут у них и капельный есть полив. Но я вчера им тоже дорожку полила, чтобы было как немножко, ну, так, подольше сохранялась эта влага. Лунки полные залила. И я вот наблюдаю уже за томатами в этой чудо-тепличке. И за счет вот этого притенения, за счет того, что прямых солнечных лучей нет, у них эта влага сохраняется дольше. И я захожу днем. Вы видели там вот на улице скрученные такие листики? А здесь листики не скрученные, и значит у них тут не сильно им жарко. Обычно, когда листики вот так вот скручиваются, но это пишут всегда, что томаты хотят сократить площадь вот этого испарения влаги на листях, и они вот так закрываются. Эти все листья открыты. Никаких, нет, не кучерявятся, не сворачиваются. И по состоянию листьев я вижу, что здесь такая комфортная атмосфера. Но для жаркого лета тут здесь идеально. Притенение такой, тенечек. Тепло, но нет прямых солнечных лучей. Сегодня увидела, что баклажаны сильно заросли. Думаю, надо сегодня пройти прополоть. Залезла посмотреть, много ли там травы. Ну, Надь, ну я не тебя же снимаю, баклажаны. И увидела, оказывается, что у меня уже есть довольно-таки большие баклажаны-диудиты. А я их даже и не вижу. Так что сейчас после прополки теперь надо наблюдать. Они уже, смотрите, какие здоровые, красивящие. Надя, Надя. Каждой бочкой затычка. Ну, все, до свидания. Уйди. Субтитры сделал DimaTorzok